Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на проекте Мазин Хрилплей. Сегодня будет очень интересное видео, такой некий эксперимент. В этом видео вы увидите, как я работал на своей фуре, получается, на личном Магнуме в компании. Но я поставил в компании процент 30, и я посмотрел, сколько за час я приношу в компанию, и сколько я заработал на руки. Поэтому, пацаны, смотрите видео от начала до конца, потому что оно получилось очень интересное. Да, там были некоторые нюансы, которых вы узнаете, но в целом видосик получился очень хороший, поэтому всем советую посмотреть. Также не забывайте ставить лайк там, подписываться на канал, вводите мой промокод, пишите вместе к апсам Кирилл Гейм. На пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Хрилплей. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Также я, пацаны, вам напоминаю то, что если вы набираете 200 лайков, я иду записывать новый видосик. Поэтому, чем быстрее вы наберете 200 лайков, тем быстрее выйдет новое видео по Мазин Хрилплей. Итак, пацаны, как вы поняли, сегодня будет очень необычный видосик. Это связано с дальнобойщиками. Сегодня мы проверим, так сказать, сколько можно заработать в компанию именно с процентом 30. Я думаю, это будет интересно, потому что подобного я еще не делал и не видел. Поэтому я решил записать вот такое вот необычное видео. Надеюсь, пацаны, вам понравится, потому что, ну, мне реально нравится снимать такие эксперименты, можно сказать, необычные видосики. И вам они, как вроде бы, заходят. Поэтому я надеюсь, вам это видео тоже понравится. Потому что я записывал видео, помните, про радары, получается, штраф на 1 миллион. И там 6 тысяч просмотров. Хотя я даже не ожидал, что это видео реально залетит вам. И сегодня у нас тоже такой некий эксперимент будет. Сейчас поедем, получается, к моей компании. Я поставлю процент 30. Также нужно будет написать в чат, предупредить пацанов то, что я буду процент 30 ставить на час, чтобы они как бы не работали. Не, ну, кто хочет, в принципе, может работать с таким процентом. Ну, что, короче, потом, пацаны, не возмущаешься, типа, то, что процент большой. Поэтому сейчас едем к компании. Получается, меняем процент, я беру рейс, самый первый. И засекаем в 1 час и посмотрим, сколько я принесу в компанию и сколько я заработаю на руки. Мне кажется, это будет очень даже интересно, потому что с процентом 30 я еще не катал, на самом-то деле. Поэтому мне будет самому интересно посмотреть, сколько я за час сам заработаю себе на руки. Ну, вообще, пацан красавчик, прям вообще молодец. По сторонам не смотрит. В принципе, я так понял. Ну, ладно, это как бы его проблемы. Не смотрит по сторонам, как бы получая себе плюху в бороду просто. И, короче, я хочу посмотреть, сколько я заработаю, получается, за час-то руки и за час-то компанию. Вот, пишем команду C-info, получается. И видите, я сегодня вообще не работал, как бы за все время я 10 ляму заработал. Сегодня я вообще рейс не катал, поэтому сегодня максимально все будет честно. Посмотрим, сколько можно будет заработать. Все, пацаны, я уже пацанов предупредил, получается, то, что я буду процент 30 ставить. Вот, пишем в команду C-menu, получается. И здесь у нас есть комиссия. И ставим комиссию 30, это максимальная комиссия. Больше мы поставить не можем. Все, я сделал комиссию 30, поэтому я думаю, нормально. Получается, все, комиссия 30, давайте информацию даже посмотрим. Вот, комиссия 30%. Поэтому сейчас мы засекаем время, получается. Сейчас у нас 17.44, то есть 18.44 мы должны будем закончить. Кстати, я, наверное, не буду полный бак заливать, у меня 146 литров, я думаю, мне этого хватит. Хотя я не знаю, какая у меня целка. Так, карпас 264. А, 91, и нам хватит, я думаю, целостности. На 100 километров, я думаю, будет нормально. Так, пишем сэждально. Так, и у нас получается вот, порт. 92, да, есть? А есть в Южный? Не, нету в Южный, поэтому придется ехать в Бусаево. Все, подсоберем первый рейс, получается. Я вам, конечно же, не буду показывать весь час, как я работаю, потому что, ну, это будет долго и скучно, просто буду некоторые моменты показывать. Интересно, и все. А полностью снимать я не вижу смысла, потому что, ну, один час я не думаю, то, что вы будете видочек смотреть. Поэтому сейчас доеду вам, отчитаю, так сказать. Посмотрим сейчас первый рейс, сколько я на руки получу, и сколько придет в компанию. Кстати, я забыл вам сказать, пацаны, у меня скилл, если что, сотый, потому что я забыл вам об этом сказать. Давайте я вам покажу. Вот, у меня сотый скилл дальнобойщика, поэтому это будет очень интересно. Посмотреть, сколько я заработаю за час в компанию, и сколько я заработаю на руки. На руках у меня 417 тысяч, и на компанию мы уже посмотрим потом через команду. Поэтому, пацаны, запомните, у меня сотый скилл получается, и я беру рейсы, получается, самые большие, которые будут. Я именно буду брать максимально большие рейсы, чтобы больше заработать. Поэтому, пацаны, смотрите видео от начала и конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Итак, пацаны, короче, произошла небольшая проблемка. У меня немножко хреново звук записался. Вообще, что случилось? Получается, я записывал видео, и записывал, получается, звук. Но я забыл убрать галочку, чтобы записывался звук системы. И в итоге, когда я слушал музыку, во время того, как я говорил, я музыку просто выключал через, получается, наушники. Но в итоге, получается, в баняками стояла галочка записывать звук. И поэтому весь мой голос был неслышан из-за музыки. Поэтому мне приходится перезаписывать сейчас звук. Получается, я просто катал рейсы полчаса, я вам это показывал. Вы это будете видеть уже в ускоренном виде, получается. Я катал рейсы, получается, зарабатывал деньги и показывал вам интересные моменты. Но, к сожалению, звук не записался нормально, поэтому вам меня не будет слышно. Вам просто будет видно, как я катал рейсы, и всё. Я, конечно же, пацаны, дико извиняюсь за такую проблему. Но, блин, бывает, пацаны, реально бывает. Я просто не ожидал то, что так будет. И я даже не видел то, что там галочка эта стояла, записывая звук системы. Поэтому вот так вот получилось. Но я думаю, всё равно видосик получился классный. И поэтому вы можете его дальше смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Так, пацаны, вот, получается, уже прошло час. Я видео как бы записывал. Я думаю, вы это всё видели. Короче, я звук тоже здесь перезаписываю, потому что здесь тоже музыка играла. И меня не было слышно, поэтому я вам буду сейчас просто смотреть сам и комментировать то, что происходило. В итоге я, получается, привез последний рейс на Лесорубы, потому что нормальных рейсов особо не было. Был, получается, рейс пригорода на Лесорубы. Я приехал на Лесорубы, получается, и прошло уже ровно час. И у меня ещё, кстати, бензин остался. Мне 150 литров хватило на час. И потом я поехал на заправку и подводил, получается, итоги того, сколько я заработал. И, как вы видели, я заработал, получается, в компанию за час 178 тысяч. Я считаю, это очень даже неплохой результат. Я думал, что это около 200 тысяч будет, но в итоге 178 тысяч я заработал в компанию. Или 173. Ну, короче, где-то столько я заработал. В компанию, получается, за час. И на руки я заработал 250 тысяч. Я считаю, это очень тоже даже неплохо. То есть, если вместе это всё сложить, то получается, там, 420 тысяч получается тогда. Если сложить всё вместе, то получается 420 тысяч. Ну, типа, я результатом реально доволен. Наконец-то я это проверил, потому что мне это было очень интересно. Сколько я буду приносить компанию со своим скиллом, когда будет процент 3 стоять. И в итоге, реально я доволен результатом. Кто хочет нам в компанию, пацаны, можете, там, обращаться к заместителям. Они вас будут с радостью принимать. Они там наборы делают, в чате дальнобойщиков. Поэтому выжидайте, пока они будут в сети принимать людей. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok